Субтитры сделал DimaTorzok По старой памяти Так, у нас все записывается, выставляется в интернет Вы не против? Я понимаю, я это прослушал Там, как с Петеримовым разговаривал Там, так некоторые беседы послушал Надо просто меня это... Вы не против, я спрашиваю Интересует такой вопрос Так, Михаил Все, говори, пожалуйста Только маленько отступи, с тебя не видать, глаз не видать Скрылся на экране Вот так вот, держи так Что-то у вас... Ну, я хотел это... Че? Ну, как-то у вас неправильно Плохо видно? Один рот видать, глаз не видать Ну, с кем разговаривать? Маленько отшатнись или как? Ну, теперь кверток Так, что ли, поставить? Ну, теперь боком пошло Вот так вот, держи на этом Вот так вот Вот, никуда не двигай Что-то крутится Говори Ну, ясно Ну, я про отношения Ваши с православной церковью Сейчас Кирилл-то поехал на встречу К Папе Римскому Да Как ваша реакция? А у меня что реакция? Я не реактивное химическое вещество Я молюсь за него, чтобы покушения не было Ну, вы встречу саму одобряете, да? Ничего я не одобряю Зачем не одобрять? Я молюсь и все От меня ничего не зависит, чтобы я одобрял Не, ну, просто ваш взгляд Я имею ввиду, ваш взгляд Потому что они не все публикуют Просто встреча моя с вами Вот сейчас встреча Это хорошо А с чем мы соглашаемся? Нет, они скрывают, не печатают Откуда я знаю? Любая встреча, это хорошо Ну, понятно То есть, как православие идет на сближение с католицизмом То это нормально Да я не знаю, какое там сближение О чем они будут говорить-то? Просто встретились, поздоровались Или просто будут какие-то слова говорить Я же ничего не знаю Они не печатают, не говорят А просто так давать какие-то рецензии Я не могу, потому что неизвестно Чем кончится, да? Ну, конечно Ну, и еще один такой вопрос Это чисто познавательный, да? Вот в этом году у православной церкви Значит, Пасха будет в мае Но Но, а почему так далеко убежала она от еврейской Пасхи? А вы не знаете? Если апостольское правило Ну, если апостольское правило только не в день с еврейской Пасхой То и после первого воскресенья После весеннего этого месяца, да? Равноденствие Как бы вот это только два эти правила, запрещающие близко? Нет, не два Больше А еще что? У еврейского народа Лунный календарь был Если бы у нас лунный календарь был Мы бы совпадали с еврейской Но канон православный говорит, что вместе не празднует На каком основании Они не объясняют Но теперь У евреев Месяц Ниссан Как и другие месяца были 28 дней И поэтому с 14-го Ниссана Это полнолуние было И когда Христа распинали Это когда Агнца надо было зарезать Готовить Пасху-то По закону Моисеева-то Они же еврейскую Пасху отправляли там Значит, Христос распят был Говорят, чтобы не вошли Чтобы не оскверниться в приторе Дабы можно было есть Пасху Наступали дни опресников Христос совершает Ветхозаветнюю Пасху Пасха в 14 дней Полнолуние И вот теперь, когда переходит Юлиановский календарь Ну, а теперь Григорианский Необходимо соблюдать следующее Чтобы обязательно было равноденствие День равен ночи А это 21 марта Раньше, 21 марта, не может быть Пасха Так, теперь, вслед за этим, что было? От равноденствия Три дня Христос во гробе был Значит, необходимо, чтобы не меньше трех дней было А бывает так, равноденствие Вот какой день? А три дня нет В воскресенье попадает Через два дня Значит, пропускать надо еще одну неделю И следующее воскресенье Три условия Ну, понятно Но в этом году Она получается В марте Двадцать Равноденствия Это будет Сейчас точно не могу сказать Но Я сказал условия Мне не интересует еще Я сказал, какие условия А там ее высчитывают И Пасхаля возвращается на свое место Через 532 года Это лунный календарь 28 на 19 Умножаешь 532 Это астрономические данные Понятно Понятно тогда Ну, ладно Ну, как бы вот эти два вопроса Ну, и третий такой Я вчера немножко посмотрел По книге откровения Толкование ваше Ну, я помню еще, когда мы В молодости встречались Разговор, беседа была Там с вами, с отцом На свадьбе у меня Было, что мы с вами Разговаривали Что мы сейчас живем В тысячелетнее царство Вот это Проблема такая Вопрос, вернее сказать Стой Так тогда Воскресенье Михаил, подожди минуту Я тебе сейчас покажу Смотри Тебе видать нет Вот это, что я покажу Ну да, ну вижу Вот теперь как-то эту картину Тебе надо показать Чтобы ты ее видел всю, целиком Вот я отодвину, чтобы вошла Вот гляди внимательно Алло Понял, нет Алло Тебе не слышно? Что-то замкнуло, видно, да? Ну это, то есть, уже еще не сделаешь Скоро бабуля к бабу пойдет А вы здесь останетесь Вот смотрите Вам видно, нет? Сейчас подожди у меня Ну да, вот сейчас вот показывается Чуть-чуть надо дальше оттащить Ну давай Еще дальше чуть-чуть немножко отвести Смотри, как Ага, вот так вот, да Ну на Ну вот Я вижу, Игнатий Тихонович У меня вот вопрос Внимательно Слушай, я тебе буду пояснять Христос пришел и умер И умер И в это время на кресте Он связывает дьявола Поразил его в голову Это евреям 2 глава 14 стих А начинается тысячелетие от царства Время евангельской проповеди И оно закончится за 3,5 года до пришествия Христа А тут одновременно воскрешают при пришествии Праведники и грешники Никаких других воскресений не будет Все Видите? Все очень просто Подожди Подожди А как же в откровении В 20 главе сказано Что блаженный свят Имеющий участие в воскресенье первом А потом Другое воскресенье Не надо По порядку Давай Воскресенье первое Что-то у тебя все трясется В руках телефон Или что такое? Ну конечно Я в руках держу Ну ладно Слушай внимательно Господь сотворив человека Сказал В день В который Вкусишь Смертью умрешь Но Адам не умер Он умер Духовно Духовно В Адаме все умирают А во Христе все оживут Почему в 15 главе Евангелие от Лухи написано Сын мой был мертв и ожил Мертвый Это первая смерть Почему во 2 главе 5 стихе Кефесянам Павел пишет И нас мертвых по преступлениям Оживотворил Раз эта смерть была духовная А смерть телесная наступит через 950 лет только Это означает от первой духовной смерти Духовная сообразовать с духовным И первое духовное воскресение И когда ты воскрес Уверовал Это первое воскресение Блаженный свят Имеющий участие в воскресении первым Речь идет не о теле А от телесной смерти Это одновременно Господь говорит Плевелы и пшеницу Оставьте расти до жатвы Жатва кончина века Какие дальше-то? Все остальное выдумка Жатва Жатва кончина века Толкование не надо толковать Пшеница и плевел растут А кто пшеница? Праведники Кто плевелы? Грешники Везде Писание говорит И я в последний день воскрешу И в шестой главе Евангелия Иоанна Четыре раза говорится Что в последний день воскрешу В последний день Подожди Игнатий Тихонович А как же апостол Павел В пятнадцатой главе Говорит так Что Что те Которые Христовы Воскресают Первые А потом уже Оставшиеся Слово первое Означает На суд Божий Слово первое Означает Миллионная доля секунды Но первое Не года Одновременно воскресение Об этом говорит Двенадцатая глава Даниила Об этом говорит Христос Двадцать пятой главе Евангелия от Матфея Одновременно Но раньше Это означает Может быть Миллиардная доля секунды Но все таки раньше Ну понятно Понятно Ну ладно Ну вот эти как бы Вот получается Три да Вопроса Меня больше Циво интересовали Где ваша надежда Надежда где С ребенком возят Судница Рядом тут Здоровье то ничего Сейчас Ну какое у нее здоровье Здоровье Что Ходим Едим Пища переваривается Что еще надо Не падаем Ну да Ага Это Все же годы Ну Привет Передайте От нашей семьи Хорошо Вот тут моя супруга Вон сидит Ага Мы вас помним У нас всегда у вас Хорошее воспоминание Потому что Вам мешали Вы наверное Сейчас не Не слышите уже Опять сейчас замкнуло Ну что поделаешь Ну беда какая Поговорить не дают